Следующий томат это наш семейный под условным названием грушевидный. Мама его еще называет Дана, которая не Дана. Но я его называю просто грушевидным. Вот такие груши у меня были даже до 450 грамм, а так в основном они идут 120 грамм, 120-150 до 250 грамм в основная масса. Завязывает он очень великолепно. Жара и холод ему не страшны, он кисти не пропускает. Это тоже будет завязано. Великолепный томат. Кустик сам по себе тоненький. Пускаю я его всегда в четыре стебля по той самом причине, что чем больше стеблей, тем больше на нем будет томатов. Причем размер томатов от количества стеблей не зависит. У меня было и по 500 грамм, вот по 450 грамм и на кусте, в котором было 4 стебля, а были не очень крупные на кусте с двумя стеблями. Поэтому здесь количество стеблей только дает ему больше урожая. Очень такой сам по себе кустик хлипенький. Высоту примерно метр семьдесят, метр восемьдесят. Вот такой наш семейный грушевидный. Плоды у него розово-малинового цвета. Томат мой любимчик, мой фаворит номер один. Это наш семейный сорт грушевидный. Вот такие розово-малиновые плоды у него. Сейчас вам самую большую разрежу. Кустик всегда урожайный томатик. Ну, иногда бывает вот такая проблема у него с плечиками. Вот. Такой вот довольно-таки мясистый томатик. Сейчас еще вам один разрежу. А, я его не извесила. Ну, плоды, в принципе, от 100 грамм, вот самый маленький, могу вам взвесить. Вот 128 грамм. В принципе, от 100 до 450 были экземпляры. Вот такой вот томатик. На вкус, я сразу могу сказать, вкусный. Это мой самый любимый томат. Я его люблю и в консервацию, я его люблю. Итак, салатик. Вкус сладкий. У него с небольшой выраженной кислинкой. Шкурочка тоненькая. Вот такой наш семейный грушевидный. Семена от Ольги Нарышкиной. Томат сладчайший бифштекс. До этого я этот томатик сажала. Также не показал свой потенциал. Ну, плоды были там крупнее. Вот. Кисти были помощнее. Здесь завязал он получше. Но пока плоды не очень крупные. Вот одна кисть у него здесь. Даже две кисти сброшены. Вот она сброшена кисть. Вот она сброшена. Вот она кисть вот так завязала. Вот на помидорке 30 штук. Тут большие. Тут на кисти довольно-таки много помидорков 5 штук. Но они не очень крупные. Выше вот еще он завязал две кисти. Выше завязал, не завязал. В общем, короче, висят. Ну, не знаю, сбросил, не сбросил. Там выше кисть он подбрасывал. Короче, те томаты, которые, вернее, кисти под потолком, они фактически все сброшены. Потому что жара две недели. Томатики, короче, не завязались. Томат сладчайший бифштекс. Вот такие вот розово-малиновые плоды. У меня они получились в этом году не очень крупные. Я сажаю уже его второй сезон. Очень мне этот сорт понравился. Сейчас я взвешу томатик этот. Вот помелче. 180 грамм. Ну, это 258. Сейчас разрежу, вам скажу, какой он на вкус. Этот томатик. Внутри он тоже малиновый. Такой на разрезе. Довольно-таки сочный томатик. Сейчас скажу, какой он на вкус. Больше сластинки преобладает. Шкурочка тоненькая у него. Довольно сочный томатик. Но на данный момент он мне что-то в этом году не получился. Пастноват. В том году он был гораздо вкуснее. Иначе я бы его просто не повторяла, этот сок. Видимо, для него не его год. Слочайший бифштекс. Наш семейный сорт. Розовый, крупный. Уже давно-давно этот томат сажаем. Томат сам по себе поздний. Плоды малиново-розового цвета. Вот он первую кисть завязал. Вот он выше завязал. Плоды порой бывают даже больше килограмма. Сейчас они только наливаются, эти плоды. Выше вот он завязал. Завязывается у него отличная. И потенциал тоже у этого томата огромный. Потому что много кистей, но часть кистей тут получается сгорели на солнышке. Шикарный томат. Наш розовый, семейный, крупный. Наш семейный томат розовый, крупный. Вообще плоды даже были довольно-таки тоже более крупные. Но в этом году у него получился слишком крупным. Сейчас взвешиваем. Вот 400 грамм плоды. Вообще примерно вот в этом сезоне, примерно в таком диапазоне плоды. Вот 400, 450, 350. Сейчас я вам разрежу, покажу, какой он на разрезе. Вот тоже на разрезе он розовенький сам по себе. Сейчас скажу, какой он на вкус. На вкус, в принципе, он очень даже приятный. У него насыщенный томатный вкус классический. Вот шкурочка немножко плотновата. Томатик сам по себе сочный. И в то же самое время он довольно мясистый. Вот такой вот наш семейный розовый. Сорт этот у нас уже давно очень в семье. С какого года, я не могу сказать. Но лет 30-40 это точно. Томатик с условным названием Любин. Сажаем мы его не первый год. Уже можно сказать, что он уже семейный сорт. Это наш. Мама ему сажает, наверное, около 20 лет. Севина когда-то дала ей женщина по имени Люба. Так он и остался под названием Любин. Плоды у него розово-малинового цвета. Довольно-таки крупные плоды. До 450 грамм. Кустик сам компактный. Очень красивый в рассаде. Прямо такой весь. Весь толстенький, коренастенький. Очень-очень такой красивый кустик. Плоды он завязывает. Посмотрите, довольно-таки неплохо. Высота у кустик около метра в открытом грунте. Вот посмотрите, какая кисть. Вот она, кисть огромная, висит. Посынкую я его. Он, в принципе, как гном. Он и похож на гнома, если честно, так внешне. Вот она, кисть у него висит. То есть помидора завязала он огромное количество уже. Очень я люблю этот сорт. Периодически я его повторяю. Но он сам по себе сорт поздний. Но начинает зреть фактически сразу все томаты одновременно. Вот, сорт Любин. Семейный сорт уже. Можно сказать, что это наш семейный сорт. Потому что он у нас уже много-много лет. Сорт с условным названием Любин. Он назван в честь того человека, который нам дал семена этого томата. Томаты вот такой, примерно одного размера. Кустик довольно урожайный. Вот 282 грамма. До 400 грамм томатики. 258 грамм. Вот есть еще. 299 грамм. Сейчас я вам разрежу. Покажу, какой он на разрезе. Вот такой вот на разрезе этот томатик. Сейчас скажу, какой он на вкус. А вкус выраженный томатный, с небольшой кислинкой. Очень вкусный томат. И для соков, и для салатиков. Сочный томатик. Семян довольно много в нем. Один из моих любимых сортов. Томат рыбинский семейный. С условным названием. Вот она, первая кисть у него завязалась. Плоды розового цвета. Вот она, кисть у него завязалась. Ну, с жары, опять же, не усваивается калий по ходу. Ну, посмотрим. Может быть, и покраснеет полностью. Вот она, кисть у него. Вот она, кисть. Вот она, кисть. Кустик очень хлипенький. Потенциал большой. Но выше, к сожалению, по ходу кисти сгорели. У него вот такой томат. Томат с названием Дедовский Омский. Первая кисть у него попала опять в заморозке сброшенная. Вот она, кисть у него идет. Вот она, вторая кисть у него идет. Вот она, выше кисть. Здесь пока еще часть томатиков не завязались. Будем надеяться, что завяжутся. И выше, пока у него тоже не завязались, висят пустые цветочки. Ну, и не сброшенные. Высоту примерно метр сорок, метр пятьдесят. Кустик довольно-таки хлипенький. Но помидоры очень, то, что он вязал, очень довольно крупные помидоры. Томат Дедовский Омский. Томат Дедовский Омский. Посмотрите, какие красивые сердечки розового цвета. Сейчас я вам разрежу и скажу, какой на вкус. Вот такой вот мясистый томат. Семян вообще нет. Посмотрите, сейчас разрежу вам второй. Чтобы показать, что семян фактически... Посмотрите, совсем маленькие семенные камеры. Вот и сейчас скажу, какой он на вкус, этот томатик. Так. Арбузная мякоть. Кислинка преобладает немножко на сластинку, но... В целом вкус очень сбалансированный. Кожество чуть толкноватый, но не критично. Такая нежная консистенция, арбузная прямо мякоть. Вот такой вот Дедовский Омский. Томат Брусиловский. Вот первую кисточку он тут вообще сбросил. Потом одна помидоринка завязалась. На другом тоже вот одна помидоринка. Выше опять одна. А дальше вот он завязал томатики. Вот он у него кисть. Вот кисть. Вот кисть. Вот кисть. Но, по всей видимости, потенциал свой томатик не показал полностью. Вот. Кустик очень тоненький. Получился у него тут в два с половиной стебля. И высоту, наверное, метр семьдесят где-то этот томатик. Вот такой вот томат Брусиловский. Томат с условным названием крупный из Татарстана. Первая кисть у него тут сброшена фактически. Посмотрите дальше. Вот это огромные тут плоды у него. С небольшим каким-то напылением аннатациана есть. Вот сзади у него кисть идет. Вот она кисть идет. Вот она кисть. Выше тоже завязал. И выше он еще цветет, этот томатик. Я думаю, сейчас уже попрохладнело. Я думаю, что эти томатики завяжутся. Сброса кистей не должно быть. Кустик примерно метр семьдесят метр восемьдесят в высоту. Не мощный сам по себе. Веду здесь я его в два стебля. Плоды вот сейчас они начинают спеть. Они такого розового какого-то цвета. И небольшое аннатациановое напыление идет. Но в целом томатик я думаю, что неплохо завязал. Да, какие-то цветочки он тут сбросил. Но в целом томат неплохой. Томат крупный из Татарстана. Вот такие с напылением томатики. Грамматики довольно-то крупные. Действительно крупные. Ну, не гигантского размера, но крупные. Так, вот один из самых мелких. Сейчас я возвешу. Вот 240 грамм. И вот один из самых крупных. 391 грамм. Сейчас я вам разрежу. Покажу, какой он на разрезе. Посмотрите, какая маленькая сердцевинка у него. Красный, красно-розовый на разрезе он. Маленькая совсем сердцевиночка у него. И сейчас скажу, какой он на вкус. Шкурочка тоненькая очень. Больше преобладает кислинка, чем сластинка. Сочный сам томатик, не пресный. Ну, я думаю, что он на салаты, на кетчупы и прочей заготовке вполне будет достойным. Томат бавринский. С него снизу здесь были сняты уже два томатика. Очень красивые, сердцевидные формы. Розово-плодный томат. Вот она первая. Кисть у него там осталась одна пиндорка. Было три томатика. Вот еще. Здесь завяжет, не завяжет, не знаю. Вот он еще. Потенциал у него огромный. Но, в принципе, и завязал он неплохо. Посмотрите, какие красивые кисти у него. И вот тут еще тоже цветочных кистей много. Высоту примерно метр девяносто сам пустик. Ну, я думаю, что потенциал у этого томатика очень даже неплохой. Вот такой вот томат бавринский. Сорт томата бавринский. Вот такие вот розовые плоды. Красивые сердцевидные формы. Посмотрите, какой красивый томатик. Сейчас я вам их взвешу. Это одни из первых. Они мне покраснели в теплице. Вот 280 грамм. Этого 350. Сейчас я вам покажу, какой он на разрезе. Шикарный, красивый сорт. Посмотрите, какой он красивый, мясистый. Просто чудо томатик. Сейчас попробую его на вкус. Скажу, какой он по вкусовым качествам. Очень сладкий. Кислинка присутствует, но совсем чуть-чуть. И тоненькая шкурочка у него. Очень вкусный томатик. Шикарный. Томат бавринский. Томат бомбочки от Мурки. Вот у него первая кисть завязалась. Выше вот он завязал. Два довольно-таки крупных томатика. Вот завязался. Выше вот он завязался. Сзади завязался. Томат около двух метров. Выше у него там пока что-то ничего нет. Посмотрите. Такие у него томатики довольно-таки крупные. Они еще только в стадии налива. Думаю, что они будут больше. Грамм по 250. Вот такой томат бомбочки от Мурки. Томат с такими красными плодами называется условное название бомбочки от Мурки. Это мне семена прислали девочки с форума. Вот такие вот караматы красивые. Действительно, как бомбочки. 286 грамм. 270. Сейчас я вам разрежу. Томатик. Внутри не хватило ему влаги. Ну, пусть второй сейчас разрежем. Второй помясистик чуточек. Вот такой вот томатик. Видимо, не хватило влаги. Он, по идее, не должен быть таким суховатым. Но на вкус... Шкурочка чуть потновато сама. Но вкус обалденный. Настолько он ярко выраженный. Томатный вкус. Чуть больше сластинки, чем кислинки. Но кислинка тоже присутствует. Очень приятный вкус. И даже не зря на то, что он с пустотами. Терпимый такой сочный томатик. Томат под названием розовая глыба. Ну, первую кисточку он тут не завязал. А дальше действительно глыба. Вы посмотрите, какие огромные помидорины висят. Вот они. Ну, здесь вот кисточку он сбросил. А пока он еще не начал спить, только наливается. Смотрите, какие громадные у него кисти. Помидоры даже наверху. Посмотрите, какие огромные помидоры там у него висят. Вот. Ну, выше, к сожалению, цветочки. И, походу, они сброшены от жары. Эти цветочки не выдержали. Вкус довольно мощный. Ну, судя по названию, плоды должны быть розового цвета. Томат розовая глыба. Томат розовая глыба. Вот такой вот темно-розового цвета, почти как свекольного томатик. Довольно-таки крупный томатик. Сейчас я вам его взвешу. Так, сейчас его переверну. Вот, 611 грамм. Сейчас я его разрежу. Покажу, какой он на разрезе. Смотрите, какой красивый на разрезе. Хотя, немножко плодоножка влековата. Но сам такой разрез очень красивый. Темный такой тоже, свекольного цвета. Смотрите, какая красота. Сейчас я скажу, какой он на вкус. Это розовая глыба. Насыщенный томатный вкус. Шкурочка очень тоненькая. Сочный томатик. Кисло-сладенький такой. Очень приятный на вкус. Не пресный.